Это переделывается, знаешь, Рома, мне кажется, что не пару столетий, а пару десятков лет. Я же говорю, это можно даже, знаешь, смотреть на моем 54-томнике Ленина, четвертое издание на украинском языке. Так получилось по жизни, что меня всегда заставляли читать. Я не знаю, кто в советские времена, каждый вторник это был политический урок, первым уроком. И надо было читать газеты, и заставляли меня всегда читать. Наверное, потому что я громко орала. И дело в том, что я до того привыкла с детства, годами это все делать, и я читала, читала, и я все помню наизусть. И сейчас, когда я открыла этот, ну так иногда, я, конечно, его не читала, этого Ленина всего, 54 тома, это все собрания, всякие его писем, этих распоряжений, каждые записочки. Совершенно не то, о чем я знала. И это, считаем так, 54-й год, переиздание. А я родилась, если в 63-м году, это, значит, ну, 75-й год, пусть так, сколько это, 50, 20 лет прошло, после того, как издали эти книги. Там совершенно по-другому все написано, то, что я уже читала. 20 лет всего лишь. Ладно, давайте, как бы, сейчас скажу кое-что и пойду, потому что время много. Я просто скажу подтверждение своих слов, почему Пушкин все-таки не любил христианство, почему для меня все-таки крещеных было, это очень так странно, да, написано, крещеный мир. У него есть стихотворение 1800 какого-то года, 19-го, по-моему, где четко он пишет. Мы добрых граждан позабавим, и у позорного столпа кишкой последнего попа, последнего царя удавим. Да, я помню. Поэтому он не мог написать крещеный мир, а значит, его произведения, либо в его время уже, пока он был живой, переписывались, либо Пушкин жил не тогда, когда нам говорят, и произведение переписано уже позже, и все это новодел. Поэтому здесь очень много странных вещей, это надо изучать, и, в принципе, на этом у меня все. Я хочу сказать вот на собственном примере, что я почему-то очень частенько замечаю эффект Мандела, потому что, может быть, живу одна просто. Я вот вчера говорила, что вчера тоже произошел эффект Мандела. Заметьте, наверняка у вас тоже реальность изменилась. Яков сейчас начнет опять смеяться, но дело в том, что у нас вывозили бумагу вчера. Это было второе число. Позавчера все вытащили свои вот эти контейнеры для бумаги на улице. Я тоже вытащила, все нормально. Еду я утром вчера на машине, половина девятого утра. Я вижу машину, которая собирает вот эту бумагу. Она, значит, берет эти контейнеры, загружает и просто-напросто забирает эту бумагу. Это совершенно бесплатно, в общем-то, делается. У нас специальный календарь висит. Все, все выставлены. Я спокойно вижу, да, забираю. Я специально еще остановилась на машине, ждала, когда проедет эта машина, чтобы я могла проехать. Все, я уехала. Приезжаю я назад домой. Контейнеры все стоят вновь. Все ровненько. Как будто бы вот прям вот не знаю, что с ними случилось. Хотя они должны, конечно, были люди забрать себе домой эти контейнеры вчера вечером. Смотрю сегодня на календарь. Оказывается, сегодня только, оказывается, мусор забирали. А почему контейнеры стояли позавчера? Вы понимаете, календарь, вот эффект Монтелла происходит каждый день. Вы просто замечаете сами. Я, например, это замечаю. В общем-то, до этого у меня и цветочек исчезал, и так, и сяк. Вы на бытовом уровне тоже начните замечать эффект Монтелла. Вот что я хотела бы вам сказать. Я могу сказать, где я заметила эффект Монтелла в таких личных. У меня есть старые мамины записи по кройке и шитье. По кройке и шитье. И я начала кроить, и оно никак не сходится. И там вот явная ошибка, грубая ошибка. А я помню, когда мы кроили, мы сразу кроили, и всегда все четко получалось. В смысле, вот эта ошибка, это какой-то эффект Монтелла. Ее не могло быть. Потому что раньше, когда мы делали, когда мы кроили по этим записям, все было сразу тютелька в тютельку. Откуда эта ошибка появилась? Ну вот, интересно. Понятно, нет, что я сказала. Записи изменились. Да, Оля, очень много все меняется. Вообще, я даже не знаю. Надо всем это замечать. Записывать бесполезно, потому что меняются вплоть до... Меняются, записи меняются. Я к тому, что записи поменялись. Потому что раньше, когда я кроилась по этим записям, сразу все получалось один в один. А сейчас, когда я раскроила, я увидела, что там грубая ошибка. Она и не может совпасть так, как написано. В смысле, каким-то образом в записях появилась ошибка. А ее не было раньше. Ну ладно. Тяжело объяснить. Я лично придерживаюсь такого мнения, что вот этот эффект Манделла и погоду, и вообще реальность, и все это мы сами делаем. Но мы не умеем этим управлять. А кто-то нами управляет и делает не ту реальность, что нам надо. Я это попыталась сказать Юре, но Юра сразу вспомнил про Кашпировского, за заряженную воду. Я лично это все пропустила. Я уже была за границей. Уже в Финляндии было так, что меня обошел Кашпировский. Я, конечно, не знаю, кто он такой. Но вот я думаю, что жить во времена Кашпировского было не сладко. Оля, тут говорят, что ты там чем-то шуршишь, и поэтому, в общем-то, я в эфире слышно этот шорох какой-то. Ты, пожалуйста, не шурши, не шурши. Если хочешь, пошурши. Какие? Нифига себе, наверное, там микрофон, где я... Потому что... Ну да, хорошо. А теперь лучше слышно. Ты микрофон выключай, пожалуйста, когда ты ничего не говоришь. Ага, я только что так долго говорила. Ты умеешь выключать микрофон? Ну-ка, нажми-ка на микрофон мышкой. Вот, молодец. Теперь включи. Оля, включай микрофон. Я включила. Вот, научилась. Молодец. Вот теперь, как только сказала слово, тут же выключила. Замолчала. Хочешь что-то сказать? Тут же включила. Вот и все. Вся техника. Да, так что я говорила. Я говорила о том, что, скорее всего, в смысле, что мое мнение, что мы сами делаем реальность, что мы сами делаем погоду, что это нашими способностями делается эффект Манделлы и все изменения. Но кто-то нами управляет. В смысле, мы, к сожалению, сами не умеем управлять этой реальностью. А кто-то научился управлять нашими способностями. И через нас создавать не совсем нам удобную реальность. Я понятно говорю? Понятно. Правильно. Я тоже так думаю. Не знаю. Насчет эффекта Манделлы. Лично я настолько четко попала под этот... Ну, в основном, все, что говорят, я очень сильно попадаю. А потом то, что нога у этого робота в «Звездных войнах» другого цвета. Я бы, я шью, я такие вещи замечаю. Я бы увидела, что нога другого цвета. Она всегда была желтая. Он всегда был весь желтый. Как это вдруг одна нога стала серебряной? Ну, непонятно. Дело в том, что в очень многих вещах эффекта Манделлы смысла нет. Вот зачем у вот этого желтого робота одна нога серебряная? Непонятно. Ну, как бы это... Там, где есть этот эффект Манделлы, как-то очень теряется смысл. Оля, над нами чат вообще прикалывается. Я читаю чат и просто смеш... Я не вижу, я не вижу, прочитай. Так, начнем с того, что добрый рептилот посоветовал кому-то замуж выходить. Если мне, то не хочу. Дальше. Тут говорят, что в шоколадке фольгой шуршит, значит, шоколадки трескает. Оля, ты там фольгой шуршишь, в шоколадке трескаешь. Я, например, без шоколадок. Не, я шуршала этим... Как он называется? Наушниками я шуршала. Понятно, зря. Не шурши больше наушниками. Так, Влад предлагает обсудить нашествие пришельцев. Влад, как можно их обсуждать, если они материализуются? Нам же сказали, что, оказывается, они ниоткуда не придут, они просто возьмут и возникнут. Как их можно обсуждать? Никак. Они проявятся. Я, кстати, знаю, у меня есть знакомый, у меня есть знакомый, который говорит, что видит эти... В смысле, что мы этих сущностей других, мы их просто не видим. Но есть люди, которые их видят. И он говорит, что вот есть место в городе, где, которая у них, как бы, центральная улица. И там ходит много-много разных, как бы сказать, существ. Вынужден подкорректировать купил кефира, ряженки и вообще всяких вредных молочных изделий. Так, сущности. Во-первых, надо сразу делить четко. Есть сущности, есть на физическом уровне, в скафандриках, всевозможные сущности. Это первое. Сейчас, три секунды. Значит, единственное, что я, ну, из моих знаний известно, ну, не знаю, может, такое слово неудачное опять отличаюсь я от других исследователей. Я при всем желании могу их дополнить, но не сказать, что они неправы. Просто перевести в другое русло. Или не другое, а более понятным языком. Что такое проявление? Значит, если нам под силу мы предпринимаем попытки создавать всякие стелсы, да, невидимка, костюмы даже для человека, что при определенных преломлениях пока лучей человек будет не замечен, то высокоразвитым цивилизациям вообще не составляет труда накидывать на себя камуфляж. Мы часто видим в небе загадочные явления. То какие-то несуразные облака диковинной формы, то какое-то сияние невообразимое. Ученые это все сносят на... Природа шутит, да, там, вот. А на самом деле, допустим, у нас, насколько мне известно, на орбите, ну, не на орбите, ну, по старым меркам, да, пускай будет орбита, под куполом находится множество представителей разных ячеек. И они в той или иной мере закамуфлированы. То есть вот прилетел корабль, он просто, вы его невооруженным глазом не увидите. Вы будете смотреть на небо, и вы его не увидите. Просто камуфляж очень качественный. Он будет сливаться с небом и давать какое-нибудь в воздухе преломление. И ученые скажут, понимаете, когда солнце накаляет землю, иногда в небо поднимаются вот такие миражи. Вот. Поэтому проявление, конечно, возможно, тех, кто закамуфлировал. Ни в каком параллельном мире не находятся существа на физическом уровне. В параллельном мире только могут находиться сущности, которые, как вы под пальцем посмотрите, палец свой посмотрите под микроскопом, и увидите там некоторых ужас приведет, сколько на пальцы у вас жизни. Вот точно так же, если человеку это сенсорику как бы подкрутить, то же самое наш мир пропитан полностью вот этими. Он полностью все живое. Вот куда ни ткните, вы обязательно кому-нибудь в глаз попадете. Вот так вот берете в воздух, тынь, как говорится, и обязательно какой-нибудь демоническому существу в глаз тыкните. Качество скафандра ограждает нас. Но иногда бывает, люди становятся сумасшедшими, когда по каким-то причинам происходит, назовем, разблокировка, да, люди начинают их видеть, их признают сумасшедшими. Но на самом деле они не сумасшедшие, это ложь науки, что существуют галлюцинации или видения. Нет, это все одного поля ягоды. Просто сенсорика становится более восприимчивей. Очень много примеров, я не знаю, почему молятся на Карла Констаньеда. Я впервые, опять же, мне книгу подсунули в 21-21 год, мне было, я открыл первую страницу, провел по руке, не стал читать. Зачем исповеди наркомана? Ну, любой может стать Карлом Констаньедовым, пожевать грибов и рассказывать в наркотическом опьянении те или иные моменты. В чем его заслуга? Он кого-то просветил, да, это, в моем понимании, да, инструкция для наркоманов, как это, качественно кайфовать. Что для меня делится на три стадии эта информация. Это просто погонять воздух радиоухахатки. Вторая стадия запустить нейроны мозга. И третья информация, это практическое применение. Мое применение практическое звучит в следующем. Все современные науки в минуту оккупации, они пыль. Когда у вас горит дом, вам не важно, как выглядит буквица и как выглядит математика, кем она писалась и зачем она написана. Вам в первую очередь срабатывает человеческий инстинкт спасти жизнь. Что я сделал до конца? Единицы понимают. Я расширил действительные границы. То есть человек теперь знает, куда бежать, если тут начнется заваруха. Раньше бы до моего озвучивания было так бы, сыпались бы какие-нибудь камни с неба, а куда бежать? Ну, будем ждать смерти, да? А теперь уже точно есть четкие ориентиры. Идите в Африку, да? Идите в Австралию, идите даже в Гиперборею. И есть куда идти. Африку эфи. Африку эфи. Субтитры создавал DimaTorzok